Я снимаю с Никиты Шаппот. Мы смотрим кино. Мы пытаемся поставить крышу. Я не могу закрыть дверь. Мы ждем оператора. Все это и многое другое в предыдущей части бородоты езды Pro Jeep Wrangler. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, когда находишься за рулем Wrangler, понимаешь, что это настоящий внедорожник. Потому что посадка очень высокая, очень маленькие стекла, очень маленькое лобовое стекло. И на самом деле габариты здесь чувствуются очень плохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, соответственно, здесь нет никакой камеры заднего вида. В парктрониках ничего. Это суровый мужской автомобиль. Здесь ужасная музыка. Не знаю, насколько нужна хорошая музыка путешественникам и лесорубам. Но для того, чтобы слушать группу Лесоповал, ее, в принципе, вполне достаточно. Блин, здесь возникает ощущение, как будто что с другой стороны дилей непонятный. Потому что здесь я слышу нормально, а здесь с задержкой. Олег. Олег. Сволок. А, что? Дилей? Дилей? Ты сказал дилей? Продолжай, пожалуйста, мне очень интересно. Я всегда зеваю, когда интересно. Особенность езды на Ранглере заключается в том, что, когда едешь на приличной скорости, мало того, что жрет бензин, он просто нереальное количество. Видимо, из-за его квадратных форм и из-за того, что весь крутящий момент сосредоточен внизу. Но еще из-за того, что... Да, еще, 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 из-за чего он с задержкой стоп. Провемся бензином. Мне нехорошо. Пей, пей, я купил на 40 баксов. Гомера, может, надо по-другому? Поездка на Ранглере для меня сродни поездке на Ниве или на Уазике, или на любом другом джипе. В принципе, качество сборки здесь лучше. Но из-за того, что всю машину можно разобрать, получается, что из-за всех щелей дует. В машине становится прохладно, а ехать по трассе на ней больше 120 км в час просто некомфортно. Из-за высокого центра тяжести и высокой парусности. Ну и, конечно, когда вы едете очень быстро, расход топлива здесь просто фантастический. Недавно я проехал 100 км и сожрал бензин на 1000 рублей. Ну, это получается порядка 25 литров со скоростью 120 км в час, что для меня, честно говоря, слишком дофига. Руль здесь не регулируется по вылету, поэтому приходится компенсировать это положением спинки. Соответственно, сидишь ты как на табуретке и не можешь откинуться в привычное для тебя положение. То есть я бы, например, немножко выдвинул на себя руль, но, к сожалению, не могу это сделать. И плюс руль расположен практически в плоскости панели, то есть он не подан на меня, как я люблю такую микроавтобусную посадку. Для меня это не очень удобно. Боковые стекла и боковые зеркала моментально покрываются грязью, особенно в условиях нашей зимы. И, в принципе, как и вся машина, из-за того, что здесь очень широкая большая резина, очень широкие арки, то есть мыть ее, в принципе, не имеет никакого смысла, если на улице хотя бы немножко мокро, она моментально закидает себя и опять превратится в такую грязную какашечку. В принципе, джипы должны быть грязными. Все же должны видеть ваши достижения, куда вы забрались. Желательно, чтобы шматки прям свисали такие, с травкой. Про динамику что-то сказать, надо куда-то выехать на более-менее открытый участок. Пока-то вырубайтесь. Динамику, что-то сказать. Динамику, что-то сказать. На Ранглере установлен мотор 3.6. В6 объемом 3.6, но динамику его я бы назвал достаточно слабенькой. Конечно, для города ее более чем достаточно, но когда тебе нужно резкое ускорение, практически весь крутящий момент здесь сосредоточен внизу. То есть сначала тебя выпуливает, а потом машина перестает ехать. Машина очень тяжелая и 284 лошади не так уж и много. Ну, давай, ну, ну, ну. И, конечно, ну все меняется. Когда вы оказываетесь на этой машине на бездорожье, или, например, в чистом поле, как мы сейчас, когда вы понимаете, что у вас нет дорог, есть направление, вы просто едете, куда вам хочется, раскидывая вокруг килотонной грязи, травы и снега. И при этом можете совершенно спокойно менять направление, крутиться на месте. Это очень весело. Обалденно. Причем я не чувствую... О, бля. Я не... Блин. Я включил дворники. Я не хотел включать дворники. Как их выключить? Причем я не чувствую какого-то особого напряжения в машине. Такое ощущение, что для нее это более чем естественное положение вещей. Это бородатая езда! Да! Вот это вот вообще реально круто прям. Прям обалденно. Когда вот едешь по полю, просто по чистому полю, и можешь менять направление в любую сторону, ехать боком, вокруг летит грязь, в салоне дурдом, народ швыряет туда-сюда. У звукача просто вода вот хлещет во все стороны. Она открылась! Она открылась! Что мне делают? А второй оператор вот так тебе туда-сюда. Туда-сюда. Блин, вот это реально обалденно. Вот просто берешь такую машину, едешь в поле, нафиг этот город. Все, поехали дальше кататься. И, конечно, каждое нажатие на газ для вас выливается в финансовые траты, потому что бензин она жрет просто неистово. Когда разгоняешься, и когда едешь уже на достаточно приличной скорости, нельзя не заметить, что салон наполняется шумом. Но шум этот идет не от дороги и не от мотора, а от того, что в щелях начинает свистеть воздух. Это может быть достаточно забавно, когда ты едешь со скоростью 100 км в час и на улице плюс 15 или плюс 20. Но когда на улице минус 20, вот эта вся крыша покрывается инеем из-за того, что она пластиковая. А в щели задувает настоящий леденящий воздух. Поэтому, соответственно, ты выкручиваешь печку посильнее и повышаешь, опять же, расход топлива. А ну-ка, свалил, зарядает. Jeep Wrangler не вызывает большого уважения на дороге. Люди с интересом, конечно, рассматривают его, потому что он достаточно редкий, но не спешат уступить себе дорогу. Во-первых, здесь нету ксеноновых фар, они здесь обычные галогеновые. Вообще издалека они похожи больше на Нивовские или УАЗовские. То есть они имеют такую же круглую форму. И из-за того, что они галогеновые, такое ощущение, что сзади тебя подъехала какая-то более дешевая, какой-то более дешевый автомобиль. Да давай ты, блин! От этих задуваний никуда не деться, потому что это расплата за то, что крыша здесь снимается, и, в принципе, вся машина разборная. Это прикольно с одной стороны, но с другой стороны в условиях России, оказавшись где-нибудь в действительно какой-то морозной ситуации, например, когда на улице минус 25, я думаю, вам это не понравится. В данный момент бортовой компьютер показывает расход в 17 литров. Это при том, что последние два дня я ездил очень спокойно, поняв, что какой-то особой динамики или адреналина от ранглера не добиться. И, честно говоря, я все время, когда говорю ранглер, я вот действительно подсознательно хочу сказать УАЗ. Я не знаю почему, то ли потому, что я думаю постоянно об УАЗах, но когда я еду, у меня нет ощущения, то есть здесь жесткий пластик, здесь достаточно грубо все собрано, ну, то есть нет ощущения, что это очень дорогая машина, что это иномарка даже, я бы сказал. Действительно ощущение простого, такого надежного нашего родного УАЗика. Надежного, это я, конечно, погорячился. Насчет надежного родного УАЗика. Также стоит обратить, что вся машина утпичкана вот такими вот ручками, за которой стоит держаться, когда вы находитесь на бездорожье. И вот это вот все, что проходит сверху у нас, это рама, то есть рама, которая держит кузов сверху. Кстати, а вот если по бездорожью поехать, сзади можно реально хорошенько пиздануться. Смысл, блядь, они вот здесь все смягчили, блядь, такие пиздатые, распиздатые. А вот эту херню выставили, чтобы я, блядь, просто башкой в башку себе разъебал. Война, ведь вы меня снимаете! Это было мнение звукача о ранглере. Да, не, ну на самом деле он прав, потому что сзади мало того, что посередине салона проходит такая широкая панель с колонками, об которую можно удариться лбом, если я резко остановлюсь. Помимо всего прочего, вот эти, здесь столько места впереди, и над головой, и сбоку. А сзади, когда ты сидишь прижатый водителем, вот эти вот штуки реально места для удара головой. По-другому их просто не назовешь. Ну вот я сейчас еду 100 км в час, и мне приходится постоянно подлавливать машину. Она чуть-чуть наваливается на один бок, то на другой. И, как вы видите, потому как трясется камера, стыки и всякие неровности, она проезжает очень-очень жестко. Вообще-то ты меня обидел. Почему ты сказал, что я несу какую-то херню? Ну зачем ты так делаешь? Прямо посредние съемки. Ты меня, теперь я не уверенно себя чувствую. Вообще в ранглере ты чувствуешь себя... Да, спасибо, спасибо, это не лишнее, да, это можно было. Вообще в ранглере чувствуешь себя достаточно... Спасибо, спасибо еще раз. Мотора нет, да, я так понимаю? Вообще в ранглере чувствуешь себя очень уверенным, таким самостоятельным, настоящим самцом. Потому что в любой ситуации, когда другая машина застрянет, и ее приходится доставать, эта машина практически всегда выезжает сама и вытаскивает тех, кто застрял рядышком. Купим сигареты, нам вот туда дальше мы поедем. Никиту Панфилов, да ладно. Потом фоткуюсь в Инстаграм с ним. Никиту Панфилов, да ладно. Потом фоткуюсь в Инстаграм с ним. Конечно, зачем машину за два с половиной метра с половиной миллиона ставить доводчики? Не надо. Все посередине вот так вот. Никита Панфилов. Никита. А вы знаете, как работает эта штука? 92 на 1000 рублей. Спасибо. Вот ключ. А в прошлый раз ключ у меня вообще на заправке прям оставил и пипец. Все, пошли заправляться. Конечно, может быть, Рубикон не идеальная городская машина. Он не универсальный, он создан для бездорожья. И именно на бездорожье стоит получать удовольствие от этого классного, брутального и бородатого автомобиля. Это была бородатая езда. Ну а так как ездить на нем в городе неинтересно, я пойду в город пешком. Я устал. Димон, а я его даже не засадил. Я что, крутой джипер получается, да? Я крутой, вообще крутой, пипец. КОНЕЦ 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 Бородатая езда. КОНЕЦ 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 Идет снег. Сандра танцует лесгинку. Я понтуюсь перед охранниками. Я не могу включить вторую передачу. Все это и многое другое в следующем выпуске. Бородатая езда и про приору на пневме.